Если россиянин здоров, значит ему просто крупно повезло. Это от мамы с папой, ну или от природы, но уж точно не от государства. Тем более, что медики в сегодняшней России крайне недовольны состоянием нашей медицины. Зачастую заработная плата медицинского работника в регионе составляет менее 10 тысяч рублей. Начинающий врач, его вовсе может рассчитывать на 6 тысяч рублей, 7 тысяч рублей, 8 тысяч рублей. И Москва на сегодняшний день для многих наших коллег представляется единственной возможностью для продолжения профессиональной карьеры. Поэтому люди из регионов едут в Москву для того, чтобы каким-то образом можно было продолжить свою работу. Несмотря на все наши моральные установки, на клятву Гиппократа и прочее, нельзя жить в обществе и быть свободным от общества. Мы просим и требуем повышения заработной платы уже с 1 января 2013 года. Антисоциальные законы принимаются тихо под сурдинку и вступают в силу не сразу. Потому и результат виден спустя какое-то время. Сначала падает зарплата, потом повышаются цены на все и вся, а в результате жить становится просто невозможно. И политика государства все больше напоминает продуманную линию геноцида. Как минимум надо финансировать медицину из расчета где-то 70,5% от бюджета. Это как минимум, а не 1,1%. Вообще надо понимать, что профсоюзные бюджетники как таковые сегодня ликвидированы. И причина тому в реформе заработной платы, проведенной правительством и президентом 8 лет назад. Тогда заработная плата работника бюджетной сферы стала поставлена в зависимость от мнений начальства. То есть была ликвидирована тарифная сетка и твердые правила. Сегодня даже на производстве больше порядка по заработной плате, чем в бюджетной сфере. Где начальник может исходя из собственных представлений установить зарплату и 5 тысяч рублей, и 55 тысяч рублей. Поэтому бюджетники достаточно запуганы. Но это не означает, что левые активисты, активисты социальных движений должны оставлять в стороне темы здравоохранения. И еще надо понимать перспективы. В трехлетнем бюджете, утвержденном Государственной Думой, точнее Единой Россией вместе с правительством, предполагается уменьшение сигнований на здравоохранение с 600 до 500 миллиардов рублей в ближайшие три года. Это означает дальнейшее сокращение той сети, которая существует сегодня. Это коснется каждого россиянина? Это коснется каждого россиянина, поскольку речь идет о уменьшении сигнований на всероссийское здравоохранение. Когда государство отказывается нести ответственность за духовное и физическое здоровье населения, последнее рано или поздно выбрасывает плакаты и берет в руки совершенно иные предметы. И это предупреждение для такого государства. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.